всем привет дорогие друзья и давайте еще по отвечаем на вопросы так вопрос не скопировал с никнеймом поэтому просто зачитаю он этот вопрос есть в комментариях виталия вы видели когда-нибудь в астральном мире мелька меркабу как магические инструменты как его используют я так понимаю это меркаба это символ из еврейской традиции до миска баллы друзья меркаба по сути это символ единства мужского и женского начала это символ определенной гармонии и если копнуть в историю до перстень который пол был подарен ангелом царю соломону на нем как раз изображалась 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 гексограмма да то есть это упрощенная форма форма меркабы вот и это символ единства мужского и женского начала высших миров и низших миров даты то есть это полный символ гармонии и вот на перстень которые с помощью которого царь соломон покорял духов и демонов до был было именно гексограмма но там еще были именно власть имена силы и так далее но даже другой вопрос вот поэтому меркабу я не видел вот в том виде в котором ее изображают но постарайтесь понять если вам так интересно традиция каббалы она вся пропитана месте мистицизмом это раз во вторых некоторые элементы относительно того с чем я допустим сталкивался они ложные то есть в данной традиции есть как подлинные знания так и ложные знания и скорее всего даже видите да но эта традиция она вроде бы как бы еще и пользуется особой популярностью да и признается определенными авторитетами но тем не менее даже даже в этой традиции уже очень много искажений и я даже не могу сказать насколько она как бы это выразить работоспособная данная традиция поэтому вот вот тех символов которые изображаются их не существует в природе их не существует вообще это объяснение символ меркабы это объяснение для нас чтобы мы поняли как это да вот как это во вселенной приблизительно состоит но там вообще все по-другому вот от слова совсем так следующий вопрос махини в раге почему эти 15 мужчин считают себя аватаром если им не являются чем-то связано их неправильное видение и как это на них отразится но друзья на самом деле я так намекнул как бы до введение это были мужчины которые хотят быть этой личностью то есть они они в силу гордыни хотели бы чтобы их признали подобным аллатаром и чтобы они чтобы они выполняли какую-то миссию да но это символ гордыни таких людей очень много я уже записал на эту тему записывал массу роликов ну не массу но раз в полгода или раз в год я записывал ролик которым объясняю говорю ребята пожалуйста да вот если вы считаете себя там вторым пришествием христа престой богородицы и матерью мира и так далее вот так алки аватаром и так далее то пожалуйста вы сами с собой разбирайтесь доходите себя проверить пожалуйста идите там воскрешайте воду в вино превращать и чем там еще делали за изгоняйте там этих бесов свиней да вот вот это же вы должны как бы даю чего вы ко мне обращаетесь вот вот и вот эти вот личности которых я видел да это те люди которые не не совсем разумно оценивают свои способности и завышают свои качества да то есть в силу гордыни они завышают свои качества и считают себя что ролики допустим как в которых те видения которых я рассказываю что эти в этих видениях идет речь о них самих я уверен что эти товарищи будут смотреть и этот ролик и может быть и даже после этого видео они не перестанут о себе так думать но эта форма гордыни это сама сама обман своего рода это ложная сама идентификация да когда ты не обладаешь ничем но хочешь как-то круто выглядеть и все такое да ну вот вот я не стал эту тему поднимать не хочу никого обижать но такие люди есть и пишут мне иногда вот я имеем на поэтому даже перестала последнее время записывать ролики связанные с колки аватаром да с одной стороны мне там тема самому нравится она действительно очень интересно там такие мистические откровения бывают а с другой стороны мне надоело уже общаться с этими земными аватарами которые до которые и они еще обращаются слышь там чувак да иди короче ко мне да но в таком фривольном стиле я утрирую сейчас давно конечно не так но вот в таком типа вот иди ко мне тебе сейчас дам настоящее знание задавая мне вопрос эти раз объясню что ты не что ты не понимаешь да вот то в таком формате и я такой опача наконец пришел слышать дружбан и все такое да не 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 друзья мои я вообще не по этим вопросам я как определенный транслятор да правильно использовал термин ну как я какая-то условно говоря телевышка которая передает знания вот на youtube канал да там уже сами разбирайтесь кто калки аватар где он не мое дело я вообще по йоге я вот люблю йогу вот мне есть своя деятельность вот это мое а все остальное разбирайтесь сами вот кто там хоть пятна года хоть тысячу да если но вообще на самом деле если бы их было тысяч это было бы классно знаете сразу все раз и порешали бы на планете а так он бедный наверное придет один еще и окружение такое на такое себе будет никакой и так далее то есть но это мое так мнение да потому что в наше время я же вот наблюдал за и за очень возвышенными духовными личностями которые видятся как тулку даже до перерожденцы вот я вам скажу что перспектива такая себе незавидно и вообще незавидно и тем более еще на земле очень много демонических существ воплотилось это вообще кошмар так что но мое мое такое впечатление там уж не обессудьте короче я в сторонке с чем дальше часть вопроса чем это связано их неправильное видение самих себя и как это на них отразиться ну на самом на самом деле форма гордыни она сама по себе является большой проблемой и горделивый человек конечно ни к чему хорошему никогда не приходит вот то есть это уже наказание когда человек необоснованно пытается занять чужое место он нарушает закон вселенной то есть он изначально становится вором и естественно и здесь не здесь не важно не важно допустим когда придет настоящий нас настоящий второе предшествие неважно будет знать о таких товарищах не будет да то есть закон вселенной сработает так что они получат очень сильное воздаяние почему потому что это аппарат хи то есть не надо завышать свою оценку вот нужно быть или жить в реальности они где-то так в своих интеллектуальных фантазиях и так далее вот по закону кармы да если мы претендуем на что-то то вселенная с нас спросит от на что да дружочек ты там хотел да вот на моем примере до самым таким по учителем наверное ну как для меня было да у нас у нас в той организации в которой я был у нас там было типа два аватара один себя дата 3 а вот аватаром называл дата 3 аватхута и дать но это а это по моему 5 или 6 6 6 6 аватар в традиции индуизма вот учитель великий учить и учитель йоги а другой аватар называл себя кришной это это конечно было смешно это вот сейчас сейчас все уже вот в этой организации все товарищи поразбегались они конечно много помнят нам его суды васи а кришной называл постоянно там а этот тот толстопуз называл себя до 3 до 3 аватаром да хотя смешно было забавно потом конечно когда пошла критика в их сторону они немножко так приутихли они начали говорить дам у него одни аватары или вообще да да то есть ему не кришна и вообще ну как бы знаете начали морозиться и так далее но я сталкивался с таким и подобная деятельность она очень сильно бьет по судьбе впоследствии да то есть это аппарат и аппарат и нужно избегать в любом случае вот в любом случае потому что аппарат и их невозможно исправить если речь идет о возвышенной духовной личности да то есть там один путь впоследствии стать демоном и упасть в ад все потому что даже самостоятельно такие существа они уже вырваться не могут они уже начинают деградировать скатываться 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 поэтому относительно относительно духовной практики здесь но это глупо глупо называть себя богородицами глупо там да на самом деле ну или там каким-то царь царем каким-то ли еще что то да я на самом деле из искренних побуждений хотел рассказать поделиться своим видением появляются товарищи которые говорят слышь так ты про меня рассказываешь там или еще что-то но здрасте думаю еще один 56 вы товарищ там займите очередь и так далее ну как то так вот ладно следующий давайте вопрос айшат гафурова скажите вараге может аватар родиться не в традиции индуизма в традиции например ислама или христианство я не знаю я что значит подразумевается под традиции ислама и или христианство то есть он может родиться в христианской семье да но в каком-то другом государстве на например данной подразумевается если традиции индуизма то это связано с идией но в большинстве случаев вот если христианство то это наверно одна из христианских стран допустим та же самая франция там польша россия до ислам соответственно иран ирак афганистан там саудовская аравия и так далее не совсем понятно если это связано с традицией в моих видениях я видел что он непосредственно будет связан с традицией индуизма по крайне многие видения на это указывают каким образом это будет проявлено где и когда и как затрудняюсь дать ответ вот но в некоторых видениях были указания на то что его рождение будет связан непосредственно с северными странами то есть славянами и здесь я могу точно сказать что это будет связано с той же самой допустим россией белоруссии украины кто нас еще там славянские государства словакия может быть там не знаю болгария не буду предполагать но вот вот это самый элемент по сути самый сложный как связать вот эти два элемента то есть тело может родиться тело может родиться допустим где-нибудь сибири для примера да вот но вполне вероятно в какое-то время он там начнет увлекаться традиции индуизма да или может быть родители его отвезут в индию там он столкнется с традицией индуизма вот и там уже повзрослев принесет какое-то знание тогда не не знаю но я вот вот так вот не могу сказать даже приблизительно да то есть вот эти все знания не скрытые ну в откровении иоанна там же говорится что никто не будет знать где он и как он да вот по сути все кто говорят что они знают это ложное утверждение потому что это все будет до самого-самого последнего мгновения будет все в тайне хранится да и там же описывается что он явится как как так да то есть очень быстро и там говорилось помните это сравнение и двое будут на ложе один возьмется другой оставим останется да то есть это также указывает на то что он придет именно тогда когда его никто не ждет и он придет оттуда откуда его никто не ждет это вот ночь это состояние невежества это состояние как это выразить состояние сна духа да чаще всего мы находимся в таком томасичном состоянии ночью да то есть мы отдыхаем и ничего не ждем ни к чему не готовимся а тут он раз придет и вот вот кто не будет спать тех может тех и заберет да все остальные ну спите дальше ну как то так вот это я так понимаю да если все вот эти знания всех из этих источников собрать еще плюс видение как дополнительный элемент знаний да то вот как то так это все и выглядит вот еще раз хочу сказать из тех виден это мое мнение я его не навязываю вот вы можете со мной поспорить вы можете преподнести свою версию я могу сделать вывод на основе тех видений которые у меня были связи непосредственно с славянскими странами и связь традиции индуизма а как это будет происходить не могу сказать относительно ислама и христианства ислам однозначно нет не видел ни одного знака ни одного символа извиняюсь вот извиняюсь пожалуйста вот с христианством ну скорее всего да то есть если это славянские страны то скорее всего что-то где-то да но возможно возможно вот но ислам скорее всего точно нет так давайте еще один вопрос так а я сейчас за украину переживаю звездная память пишет я сейчас за украину переживаю может вы видели какие-то видения что там будет я хочу поделиться своим одним сном об украине и этот сон видела год назад или полтора года во сне темно очень было ночь я еще человека три во сне но я с ними не знакомо нас садят типа на вагон но без крыши вагончик то посадил не помню говорит что сейчас мы под землей по туннелю поедем по всей планете и под всеми государствами и вы увидите все государства меня не заставляли садиться в этот вагон а просто предложили и я согласилась интересно было такое путешествие мы мчимся под землей потом по тоннелю с такой бешеной скоростью смотрите друзья во первых когда вам предложили смотреть на состояние с снизу да то есть на что указывают эти символы когда мы используем когда мы видим в сновидении символы связанные с с метро с подземельями и так далее и общаемся с душами с духами которые приходят оттуда это указывает на то что скорее всего нам показывали состояние нашей планеты духе нижних миров это возможно это действительно возможно у них тоже есть определенное зрение духовное зрение вот и они также могут и снизу из нижних миров видеть наш мир вот и то что то что вы ехали по тоннелю как как в метро до глубоко под землей это указывает на то что использовались энергии демонических миров или низших миров не самое лучшее на самом деле путешествие и раз вам приснилось это сновидение на самом деле у вас довольно большая связь с нижними мирами это большой минус то есть если вас духе пригласили а вы согласились это указывает на то что вас есть связь с духами нижних миров и скорее всего связи это довольно мощная да то есть вы чувствуете себя с ними очень комфортно это указывает на то что вас эти кармы есть это сами понимаете немножко такой минус так я согласилась интересно было такое путешествие мы мчимся под землей по тоннелю с такой бешеной скоростью я уже во сне пожалела что села в этот вагон скорость была убийственная тут нам говорят мы сейчас будем проноситься под под землей под украиной будьте осторожны здесь очень плохо терпите и мы въезжаем в зону под украины начинается трэш у нас разрывается мозг шум в голове дикий страх трусится все вокруг содрогается темно страх дикий страх дикий энергетика была просто смертельное тяжелое страшное пугающее дальше мозги просто мозги просто плавились трусили трусила все тело как как будто бы по нам проехали с чем-то очень тяжелым наподобие танка я в шоке была и тысячу раз пожалела что села в этот вагон и думала о боги что теперь так о боги это теперь пчатся под всеми странами мне уже поплохело я не вынесу такого напряжения а когда мы уже ехали под украиной всех трусить просто раздавливает тяжелой энергетикой очень плотной мы кричим кто-то говорит здесь эксперименты делают страшные над людьми кто-то предполагает здесь скопище инфернальных сил кто-то сказал здесь зверски убивают людей и нам отвечают здесь это эта земля мертвая полностью на черное здесь хаоса эта земля уничтожена это самое страшное место на планете в общем у меня разрываются разрывается голова я просыпаюсь и когда я проснулась у меня уши были заложены гул в одном ухе сильный и он перешел в другое ухо уже проснувшись у меня был страшный свист иглу в ушах стоял колола из одного уха в другое вот и в обратную сторону вот такой вот был переход я уже понял что проснулась испугалась и думала ну все мне хана у меня что-то с головой какой-то необратимый процесс пошла с трусящимися руками на балкон покурить отошла все прошло постепенно кстати по поводу сигарет бросайте курить вот это есть ваша связь с духами нижних миров на самом деле 6 секундочку на самом деле то что вы видели это нынешнее состояние украины в действительности так и есть украина сейчас находится в очень плохом состоянии я уже я этот элемент довольно часто под поднимаю и относительно украины я говорил что украина это та страна которая упомянута в откровении иоанна богослова вот она упомянута косвенным образом и это та территория на которой происходят определенная часть событий из откровения иоанна богослова вот наверное это будет неким нонсенсом да мало кто об этом говорит и утверждает но в определенных видениях я не все рассказываю да но у меня были четкие указания относительно того что это связано непосредственно с украины с украиной связаны еще и определенные влияния падших духовных существ в частности непосредственно брахмы да это тоже в моих видениях было я целенаправленно приводил историю но или видение рассказывал относительно того как в 2005 году были выборы в выбирали президенты и по-моему там был второй первый-второй я вообще не вот не 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 профессионал в этом деле не специалист да вот но там происходили выборы вот и одни какие-то выборы отменили в силу того что они там где-то какая-то фальсификация была на каком-то из участка в общем переиграли да и вместо того победил один президент янукович а впоследствии переголосовали и на этом хайпе короче пришел другой президент был ющенко такой да и когда он пришел он еще и помните у него было отравление такое со своей знакомой мы когда были на украине вот она даже сказала она сказала что этот человек показал свое собственное лицо помните как его тогда обсыпала это аллергическая реакция после того как он выполнял какие-то там ну то есть это было не отравление это была реакция кожных покровов на пластическую и хирургию вот и там же диету нужно соблюдать довольно долго дата несколько месяцев нужно соблюдать диету а он не соблюдал диету у него пошла аллергия его обсыпала да то есть это токсикоз жесткий токсикоз отравление и она сказала она говорит этот товарищ он показал свое лицо и действительно она оказалась права что когда ющенко правил да но это государство конечно но в таком состоянии было никакое на самом деле тогда мне было интересно относительно всех этих событий не было единия связаны с непосредственно януковичем и невзирая на то что да это личность весьма печальная во всех смыслах но вы знаете друзья все таки это был самый лучший выбор и не ющенко не порошенко них нельзя вообще было пускать да то есть эти люди они во первых обладают очень очень плохой кармой и они естественно ничего хорошего не принесли то же самое и этот как его зеленый да то есть но сами 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 видим к чему все это катится к чему все это идет но страна просто катится катится ниже ниже иногда уже так смотришь ну все уже дно да уже некуда да нет оказывается еще еще не добрались еще можно вот и так далее так вот когда происходили третий выборы очень такое знаете на украине там еще какой-то апельсиновый майдан был до всех там апельсинами угощали оранжевые плакаты были и в это же самое время если не ошибаюсь таиланде было очень мощное землетрясение и погибло по моему двести тридцать тысяч человек и у меня было видение я видел как одну одну очень возвышенное как бы по энергии она была божественное существо но она была падшая и это падшие духовное существо он движением руки я видел планету вот планета да и вот планета вращается и был была видно тоненькая тоненький лучик или ось в определенная да и он взял за эту ось и дернул дернул и буквальном смысле рукой и на земле произошло землетрясение и вот этот цунами которая залила по моему таиланда ли я ошиб я могу ошибиться друзья простите вот вызвала очень большие жертвы и в ту ночь я видел введение в сновидении когда я спал я видел очень много людей перемешку с грязью да и они кричали они задыхались они погибали и было их очень очень много я не мог понять что я вообще вижу до тех пор пока в новостях не увидел что ну как бы не увидел что эти гибнущие люди связаны с вот этим вот как это называется с этой трагедией среди с этим цунами но при этом при этом вот этот вот падший брахма он когда дернул за ось земли чтобы она сместилась в действительности это было сделано для того чтобы янукович не пришел к власти а пришел ющенко вот понимаете даже духи такого высокого уровня они иногда воздействуют даже такими вот чудовищными образами и те 230 тысяч человек это было определенное пожертвование да то есть для божеств такого рода ну как бы человеческие души вообще ни о чем ну подумаешь там 230 тысяч человек да она чё-то нам без проблем вот можно пожертвовать это было сделано для того чтобы это было определенно я не знаю как это объяснить это было это была необходимая смерть для того чтобы ющенко пришел к власти вот и кто помнит историю событий связанных с украиной вот тот дурдом который сейчас начался он начался 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 именно с ющенко именно с ющенко начали проявляться какие-то странные со странными настроениями псевдо патриотические движения западной украины и так далее да вот он же он же начал тогда парады какие-то проводить этих я не помню какие то там во вторую мировую да там эти вот они короче не важно ну вы поняли да вот именно с этого с него все это начало это идет до сих пор и то что вы описали как страдание украины и черные вот идет кармы черная энергия это все есть это действительно есть но поверьте так будет недолго и это все необходимо это необходимо конечно же не людям люди которые проживают в нынешнее время это их по сути карма здесь нет людей которые я случайно здесь оказались все их страдания они однозначно заслуженные да но как бы но получается что вот так вот и украина является вот именно местом битвы условно говоря между добром и злом где добро где зло но уж сами решайте ну как-то так вот поэтому то что то что вы видели однозначно однозначно имеет место быть прям в точку друзья мои очень хорошее переживание прям удивился да но конечно то что вы то что вам духе нижних миров показывают это все то есть это скорее всего какие-то родственные ваши кармы минус это очень большой минус так там еще написано было я проконсультировалась девушка которая разбирается во снах трактует их одаренный человек она мне сказала что вы видели в тоннеле далекое будущее в лоб не сказала что я с украины сказала связано с ней и у меня там и в лоб не сказал что я из украины это очевидно да если человек переживает из-за украины женщине очевидно что он родом с украины связано с ними там родичи . сказала и вот я вот переживаю что будет с украины не знаю насколько это далекое будущее нет это настоящее то что вы видели вы же видели в настоящее время а не в будущее если бы это было будущее вам бы показали каким-то что-то наподобие как в телевизоре да и сказать и был бы такой текст ну или подтекст а вам показали вы же переживали в нынешнем своем состава же не переживали где-то в будущем вы переживали в свое нынешнее состояние это нынешнее состояние то есть состояние украины так единственное я не понимаю если мы видим сны или видим видение о будущем зачем нам это какой смысл в этих снах и видениях это как предсказание получается нам дают знать больше нет на самом деле что такое духовное зрение духовным зрением обладает каждый человек но в силу наличием греховной деятельности эти качества скрываются в астральном теле и мы не можем их использовать но этими свойствами обладает каждый это допустим не то что там видит видится кто там видится сейчас по-другому скажу это не так как раз в полгода там какое-то мистическое откровение видение бывает у какого-то человека да вот это не условно говоря это не что-то сверх 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 это то что есть у всех другое дело один живет страшно как и грешит во всю и он не может пользоваться а другой более-менее заботиться о себе и может использовать духовное зрение там во благо себя и других вот как это видится это видит астральное тело каждого человека каждый день каждую ночь то есть мы видим эти события постоянно почему потому что то события как это те события которые разворачиваются вокруг нас они 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 разворачиваются в первую очередь на духовном плане да то есть перед перед нашим духовным взором это не события где-то там далеко это состояние это знания которые проявляются в каждом человеке это движение его энергии их просто можно видеть посредством области третьего глаза все довольно просто и это не что-то извне это то что есть но или проявляется в каждом из нас получается нам дают знать буду знать будущее никто не дает друзей друзья но бывают и что девата божества которые посылают действительно видение знаки какие-то предсказания подсказывают там да и так далее но чаще всего мы можем и сами видите так значит мы можем изменить будущее зная зная что может произойти так в этом-то и суть на самом деле да если вы знаете что может произойти что-то неблагоприятное очень тяжелое то вы можете исправить все дело в том что между самими видениями которые происходят на духовном плане и событиями нашего материального мира действительно все существует определенный промежуток и этот промежуток зависит от энергии там агуны которые есть каждым из нас у одного человека мы замечали это неоднократно у одного человека есть события разворачиваются очень быстро быстро у другого происходит там задержка десять-пятнадцать-двадцать-то и вообще в несколько жизней все зависит от энергии тамасов в каждом как конкретном случае ну что касается самого человека так изменить можно в действительности изменить можно и йоги в историях евгических историях действительно были не только у йога в вайшнава то же самое да были неоднократно истории относительно того что в действительности можно изменять судьбу можно изменять будущее можно изменять прошлое можно путешествовать и в будущее и в прошлое и так далее да я также описывал это в роликах. Так, далее читаем. Иначе нафига пророки были? Они тоже вариант будущего говорили, предупреждали, что может быть страшный рок, но это можно изменить, если встать на правильный путь. Да, это можно изменить, если встать на правильный путь, но, друзья мои, вы учитываете уровень своей кармы и уровень своих загрязнений. Встать и добиться результатов между ними очень большая дистанция. Я не хочу вас вгонять в какие-то ложные обещания, когда человек будет надеяться и ничего не получит. Будет заниматься, идти развиваться, но ничего не получит. Духовный путь, он очень длительный, он очень непростой, он кармический бывает, очень неожиданным, да, но на духовном пути всегда есть иштадевата, божество-покровитель, и именно благодаря этому мы действительно можем получать духовную защиту и руководство, потому что божества в традиции индуизма, поскольку я йогой занимаюсь, божества в традиции индуизма, они действительно способны помогать человеку, даже не вступая в какой-то контакт с самим человеком, да, то есть они меняют судьбу очень мягким образом и так далее, и так далее, и так далее, да, то есть в принципе все возможно, но для того, чтобы что-то изменить, нужно приложить очень много усилий, очень много усилий. На этом, друзья, наверное, достаточно на сегодня. Все, всем спасибо, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok